Уважаемые коллеги, я хотел бы поделиться с вами своим опытом информации о том, что я отправляюсь в дальний путь, на дальнее расстояние. Дальнее расстояние по моей классификации от 3000 километров и далее. Первое, что вот здесь, это радиостанция Алан-42. Это внешняя антенна выносная и прибор, позволяющий максимально эффективно настроить антенну, чтобы расстояние связи увеличивается до 5 километров, что вполне достаточно для общения на трассе. Это не роскошь, это просто необходимость такая же, как и многие другие приборы. То есть можно узнать информацию необходимую, поделиться информацией, ну и просто потрындеть, когда тянет в сон, анекдоты послушать, самому рассказать и так далее. Значит очки, темные очки, понятно, и желтые очки. Желтые очки, они необходимы при плохой видимости рано утром, во время тумана. Сами оцените их преимущества. Так, вот очки с такой фигней, это подсветка, светодиодная подсветка, которая в случае каких-нибудь проблем с двигателем или с автомобилем, позволяет держать руки свободными для инструмента, в то же время очень эффективно освещают необходимое место. Такой мультиинструмент, нож, плоскогубцы, отвертки, пила и так далее. Вот отдельные очки, хитренькие такие очки, со встроенной видеокамерой, пока не пригодились, но пользуюсь, беру с собой постоянно. Отдельно прибор, вот такой маячок, который позиционирует меня через каждые 100 метров. И в интернете, в личном кабинете, тем, кому это необходимо, отслеживает мое местонахождение, направление движения и скорость. Очень нужная, на мой взгляд, вещь при дальних пробегах. Вот, к сожалению, у меня было три навигатора. Один от компании «Двежливый водитель», приз был. Но присоска не удержалась на стекле, упал он, разбился. Очень сильно огорчил меня этим, придется отдавать в ремонт. Также еще два навигатора «Эксплей» с двумя системами навигации «Глонаса GPS» и «Моза Делюкс». На обоих установлены «Навител» и «Айго Прима». «Навител» пользуюсь при движении по городу, а между городами «Айго Прима». Это для водителей-профессионалов, дальнобойщиков. Я тоже установил себе прибор «Радар-детектор». Хорошая штучка. Угол обзора у нее 360 градусов. Позволяет освеживать ситуацию вокруг себя. Реагирует на расстояние до 5 километров. То есть предупреждает о засадах, скрытых камерах и так далее. Очень полезная, на мой взгляд, вещь. Это крошка с подогревом от прикуривателя. Вот эти вот тряпочки. Это занавески, которые я вешаю на боковые стекла. Потому что на стоянках обычно или от фонарей свет в лицо падает, или подъезжающие автомобили освещают. А занавески набросил, и комфортно, и спокойно не мешает никто. Вот нетбук я беру с собой в дорогу как резерв. И ноутбук, основной, скажем так, инструмент. Также беру с собой вот три жестких внешних диска. Общей емкостью почти 3 терабайта памяти. Вот отдельно хочу похвастаться вот таким блоком питания от прикуривателя. Он позволяет, там от 12 вольт до 24 вольт подает все напряжения. Как для мобильных телефонов можно использовать, для мобильных не используя, для подзарядки ноутбука или нетбука. Так, жесткие диски, я сказал, то, что я сюда сбрасываю информацию. Например, запись весь день едешь, записываешь на видеорегистратор. Там стоит карта 32 гигабайта. Ее хватает примерно на 14 часов. Ну а затем, чтобы информацию не терять, я ее сбрасываю через нетбук или через ноутбук на жесткий диск. Так, ну, интернет, должен сказать, малоэффективен, потому что он работает только в городах. На трассе, имейте ввиду, интернета нету. Так, про телефон я говорил, нет. Ну, телефон у меня с двумя сим-картами. Хотелось бы, конечно, с тремя, потому что связь на трассе очень неустойчивая. Где-то МТС ловит, где-то Мегафон, где-то Билайн. Но у меня вот, к сожалению, пока две карты. МТС и Мегафон. Вот отдельное внимание. Я вот хочу заострить вашу вот на таких претендалах. Это значит, от прикуривателя, чтобы всех потребителей задействовать, подключить, я использую вот такую вот навороченную. чтобы не выскакивали из прикуривателя, пришлось установить такие вот, наклеить фиговины, подтянуть резинкой, потому что во время движения вибрация тряска и выскакивают в самый неподходящий момент. Так, это сказал. Значит, что касается... Да, вот видеорегистраторы. У меня два видеорегистратора. Дот и Каркам. Но ввиду того, что очень непрактичная вот эта присоска на лобовое стекло, Дот несколько раз падал, разбил объектив. Хотя на качестве съемки это не сказалось. Съемка идет великолепно. Но разъем вышел из строя. Пришлось вот на Каркам вот такой вот установить, как, хомутик одеть, чтобы провод из видеорегистратора не выскакивал. Вот видите, несколько раз он тоже падал. Присоска плохая, он погнулся весь. Но пока функционирует. Слава Богу. Так, теперь хочу сказать насчет спецодежды. Это вот носки. Я еду босиком. Носки меховые я приобрел. Очень комфортно. Кто-то едет в тапочках, кто-то едет в сланцах, кто в чем. Я еду в носках, босиком в носках. Нога очень чутко чувствует педаль газа, тормоза. Нога не устает. Особенно на вторые, на третьи сутки могут начаться судороги, спазмы. Ну а ноги тепло, уютно, комфортно. Я, например, этим очень доволен. Мне ничего больше не нужно. Так, далее. Насчет спецодежды. Значит, спецодежду я приобретал в магазине спецодежда. Называется костюм «Полет-2» для летчиков. Невероятно удобная и продуманная одежка. Во-первых, много карманов на замочках. Они, чтобы ничего из кармана не высыпалось, не потерялось. Кроме того, костюм нигде не жмет. Значит, вентиляционные отверстия. Значит, тут у него есть вот такие вот складки. Костюм не тянет, не жмет. То есть, невероятно удобная вещь. Я просто, кто собирается в дальний путь, думаю, что лучшие одежды, наверное, не найти. Найти, наверное, можно, но я, например, лучшие не нашел. Штанишки такие же тоже все на карманчиках, на замочках. Вот. Очень удобная и практичная вещь. Так, ну это те города, где я побывал. Так, что еще? Ну, кажется, все. Вот основное, что я хотел сказать. Сказал, показал. В общем, всем желаю ни гвоздя, ни жезла. И запаса тормозного пути. Удачи, коллеги! Субтитры сделал DimaTorzok